Когда вирус бушевал сели Ачага-Инды от Башинского района, возникали трудности при обслуживании пациентов. Тогда было решено принимать людей в здании школы, перепрофилировав ее под стационар. Местные жители, осознав нужду в лечебном учреждении, решили построить на свои финансы стационар. В целях оказания помощи в заботе о здоровье местного населения по инициативе нашего односельчанина Кайрата Сингильдива, проживающего в Америке, было начато строительство данного стационара. В длину 12 метров, а в ширину 4. На строительные работы стационара было потрачено в общей сложности более 600 тысяч сомов. На сегодня в нем трудятся 5 медиков. Теперь этот стационар и ФАП будут обслуживать около 6 тысяч жителей района. Все мы знаем, что соблюдение чистоты – это залог здоровья. Именно поэтому стерилизационный кабинет Атбашинской объединенной больницы будет расширен и отремонтирован. Эти работы проводятся благодаря поддержке главы государства Сорумбая Джейнбекова. По Атбашинской области только наша больница имеет стерилизационный кабинет. Сюда свои инструменты на стерилизацию привозят все лечебные учреждения области. Утилизацию тоже производят у нас. Сейчас мы проводим ремонт и собираемся сделать отдел стерилизации, отвечающий требованиям Санпина и соответствующий международному стандарту стерилизации. Корное место Сиатбашин на протяжении многих лет не было в достаточном количестве убойного цеха. Теперь эта проблема решена, так как начато его строительство. Сводом в эксплуатацию будут созданы новые рабочие места. Каждый день в нем будут забивать около 50 мелкорогатого и около 10 крупнорогатого скота. В этом году в предприятии Джанар и Бек со стороны правительства был выделен льготный кредит под 6% годовых. После чего весной было начато данное строительство. Работы планирую завершить к осени. Обновлен автопарк ФАПа, расширены лечебные кабинеты, открыты муниципальные предприятия, а также оказана помощь нуждающимся во время пандемии. Все эти работы были проведены в данном районе за этот год.